Всем привет! Вы на канале Девайс. Каждый месяц появляется куча анонсов, слухов и новостей в целом о каких-либо гаджетах и железках. И все они безусловно интересные, но не всегда есть время или желание копаться в куче информации, когда хочется узнать о чем-то конкретном или более крупном, чем какие-нибудь новые вентиляторы, например. Так что сегодня я постарался собрать для вас наиболее интересные новости касаемо видеокарт, процессоров и материнских плат для компьютеров. Новые утечки, анонсы на ближайшие месяцы не только, а все это ждет вас в этом видео, так что смотрите ролик целиком, чтобы ничего не упустить. Делитесь своими впечатлениями от этих новостей в комментариях, а также не забывайте про лайки, подписку и колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные подборки. Приятного просмотра! Бюджетные карточки от AMD 6000 серии выходят довольно неохотно. И RX 6600 не стало исключением, ведь ее релиз предрекали сначала на конец августа, затем на сентябрь. Сейчас же из зарубежных источников стала известна очередная дата выхода карты, и это 13 октября. Согласно представленным данным, уже после 15 сентября образцы адаптеров начали рассылаться прессе и обзорщикам. С 13 октября, когда и планируется старт продаж, спадет эмбарго на опубликацию обзоров. Что же касается самой карты, то энтузиасты уже давно подсчитали, какой она будет обладать мощностью на основании просочившихся в сеть данных. Ожидается, что новинка будет выступать примерно на уровне RTX 3060 от NVIDIA, и если смотреть на рекомендованные цены обоих адаптеров, то они абсолютно ничем друг от друга не отличаются. Но, во-первых, реальную производительность RX 6600 можно будет оценить только после выхода, а во-вторых, все мы с вами понимаем, в какое время живем, так что рекомендованных цен в магазинах сейчас ждать не стоит. Поэтому остается надеяться, что карта от AMD все-таки будет заметно дешевле RTX 3060. Чтобы первыми быть в курсе новостей, подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Там мы публикуем не только свежие анонсы и утечки, но и сборки компьютеров, топы на различные тематики и много чего еще. Ссылочка в описании. А что там у конкурентов? Пускай трехтысячная линейка уже целиком на рынке, включая даже самые начальные RTX 3050 и 3050 Ti, но вот супер-версий еще ни одной не было. Однако новая информация утекает в сеть едва ли не каждый день. Так, недавно были опубликованы характеристики этой, если так можно выразиться, под линейки видеокарт. Наиболее интересный, на мой взгляд, апгрейд в сравнении с простой версией получит RTX 3080 Super. Многие пользователи негодуют, почему в стандартной модификации этой модели всего 10 гигабайт видеопамяти, тогда как даже RTX 3060 из бюджетного сегмента имеет версию на 12 гигов. По всей видимости, Nvidia прислушалась и решила исправить несправедливость, установив все-таки в супер-версию RTX 3080 12-гигабайтный видеобуфер, а также чуток прокачав сам чип дополнительными ядрами CUDA. Что касается RTX 3070, то ей, к сожалению, светит только смена типа памяти на GDDR6X. Объем остается без изменений, как и чип. Крайне интересной выглядит супер-вариация RTX 3060. Помимо 12 гигабайт памяти, она получит новый чип GA104. Такой же установлен в картах, начиная с 3060 Ti и вплоть до 3070 Ti. Причем ядер CUDA будет намного больше, чем у 3060 Ti, хотя супер-варианты карт обычно занимали нишу между обычной и Ti-версией. Но это всего лишь утечки, так что поживем-увидим. Выход перечисленных графических адаптеров, а также RTX 3090 супер-ожидается в начале следующего года. Перейдем к процессорам, ведь на конец октября запланировано событие, которое с нетерпением ждут как фанаты Intel, так и фанаты AMD. А причина у столь разных людей общая. По предварительным тестам и утечкам новые камни от Intel смогут составить мощную конкуренцию актуальным процессорам конкурентов, благодаря переходу на новый техпроцесс. Это еще не 7 нанометров, как у AMD, но если вспомнить, сколько лет Intel умудрялась держаться на 14, то думаю стоит ожидать неплохого скачка производительности. И эти рассуждения уже подтверждаются синтетикой. В тесте Cinebench R23 засветился топовый i9-12900K, который не оставил ни шанса десктопному AMD Ryzen 9 5950X, выступив на одном уровне с Fred Reaper 2 990WX. При этом у последнего вдвое больше ядер, если же сравнивать с прошлым поколением Intel, то разница с i9-11900K в том же тесте аж двукратная. В общем, результат шикарный, остается надеяться, что цены будут адекватными, и мы вновь увидим достойное противостояние Intel и AMD. Вместе с процессором ожидается и анонс материнских плат под эти камни. И теперь меняется не только чипсет, что некоторым людям не нравилось в прошлых поколениях, мол сокет тот же остался, зачем новые материнки. Так вот, теперь поменялся и сокет, так что смена материнской платы максимально оправдана. Что касается топового чипсета Z690, то он обещает быть крайне интересным. Он сможет обеспечивать до 12 дополнительных линий PCI-Express 4.0 независимо от процессора, то есть сугубо своими силами. Максимальный объем оперативной памяти заявлен на уровне 256 гигабайт. Причем поддерживаться, по слухам, будет как актуальная на данный момент DDR4, так и новая DDR5. Это позволит несколько снизить стоимость перехода на новую платформу, если на предыдущую у вас уже была топовая ОЗУ. Также чипсет даст до 40 портов USB, начиная от версии 2.0 и заканчивая самыми скоростными USB 3.2 Gen 2.2. Но самое интересное в том, что есть вероятность установки ценников на уровне аналогичных моделей прошлого поколения. Судить об этом позволяет недавняя утечка с одного из австралийских магазинов, где были опубликованы две платы на Z690. Гигабайт Z690 Aorus Master и Гигабайт Z690 Aorus Elite AX. И как уже говорилось выше, цены на них были на том же уровне, что и у аналогичных моделей на Z590. Но опять же, это только ошибка, и в реальности все может быть по-другому. Известный инсайдер Грейман 55 опубликовал в Твиттере информацию о новой линейке процессоров, со встроенной графикой от AMD. Твит гласит, что новые APU уже поступили в массовое производство, то есть компания активно наполняет свои склады. А это говорит о том, что ожидать старта продаж новых камней можно уже в этом году или максимум в начале следующего, что не может не радовать. Судя по прошлым утечкам, новые процессоры получат техпроцесс 6 нанометров, поддержку PCI-Express 4.0 и оперативной памяти типа DDR5 и LPDDR5. Последний пригодится для использования в ультракомпактных лэптопах, ведь, как известно, чипы Rembrandt будут выпускаться в H и EU вариациях. Проще говоря, ожидаются версии с низким и сверхнизким потреблением. Как раз для мобильного сегмента, графика в Rembrandt будет представлена уже не Vega, а Navi на архитектуре RDNA 2, от которой многие ждут хорошего прироста производительности и конкуренции с начальными десктопными картами хотя бы прошлого поколения. На сегодня это все. Как вам получившийся выпуск новостей? Пишите в комментариях, чего вы ждете больше всего. Было непросто найти всю эту информацию и собрать ее в одном ролике, так что я надеюсь на ваш лайк. Подписывайтесь и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить много новых и интересных видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok